Всем привет! С вами Дмитрий Фреско и кулинарная пропаганда. Сегодня в рубрике «Skills and Tools» сеанс черной магии, как всегда, и разоблачение оной. Но вообще-то речь пойдет о парочке способов быстрой очистки лука. Если вы знаете их, не мучайте себя, нажмите сюда. Итак, если мы собрались, например, хлопнуть бюрмашечки, то на закуску добрая половина из понимающих людей захочет себе горячей отварной картошечки с жирной селедочкой, присыпанной колечками лука. В этом случае нам важно почистить луковицу как можно быстрее, пока водка не нагрелась. Вот один из способов. Отрезаю корневую часть. На ней чаще всего есть мусор, а то и просто остатки земли, поэтому удаляю это безобразие. Вершок не трогаю, чтобы, во-первых, было за что держаться, а во-вторых, чтобы луковица не разваливалась. А теперь делаю разрез по меридиану на толщину одной луковой одежки. И легким движением брюки превращаются, превращаются брюки. Снимаем шкуру. Да, конечно, можно покорячиться, почирикаться и снимать только сухую часть, но, друзья мои, время! В случае номер два. Луковые кольца нам не нужны, а резать его мы будем полукольцами или соломкой, или кубиками, в общем, неважно. Значит, целостность луковицы в этом случае нас вообще не волнует, тогда все еще проще. Два надреза. Первым отрезаем корневую часть, вторым разрезаем пополам. Ну, а дальше, так же, как и в первом случае, подцепляем верхний слой. Потери мизерные, а экономия времени налицо. А время для нас важнее всего. Мы же не собираемся жить на кухне. Вот и все на сегодня. Начистил лука, а что с ним делать, расскажу в следующем выпуске Skills and Tools. Спасибо за компанию. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok